Далее новости спорта. В студии Дмитрий Вороновнен. Физкульт. Привет. Начну сегодня с вестей из Раубичи, из Белоруссии, где завершилось эстафетными гонками юниорское первенство мира по биатлону. На счету сборной России две медали. Юниоры в составе квартета бежал и наш земляк Александр Поварницын выиграли золото. Юниорки серебро. Помогла команде в этом наша Ульяна Кайшева. А в Рыбинске в это же время стартовал финал Кубка страны по лыжным гонкам. Первый вид 10 и 15 километров коньком. Наша Ольга Сергеева финишировала 15-й. Константин Гловацких и Александр Уткин 5-й и 6-й. Завтра в программе «Командный спринт». Вернулись с медалями из подмосковного Раменского армрестлера Удмуртии. На юниорском чемпионате России Дмитрий Скворцов занял второе место. И он включен в состав национальной сборной для подготовки и выезда на первенство Европы в мае в Болгарии. Еще одна наша землячка Наталья Кузнецова была седьмой. Ну а в Глазове на местном стадионе «Прогресс» два дня ревели моторы. Всероссийские состязания по ледовому спидвею собрали сильнейших мотогонщиков страны. Кому улыбнулась удача и хитрые глазовские виражи сейчас расскажут наши корреспонденты. Даже в высшей лиге командного чемпионата России по ледовому спидвею есть две своеобразные лиги. Клубы, живущие по средствам, но при этом имеющие чисто любивых и талантливых гонщиков, которые грезят о славе, к таковым, например, относится глазовская команда «Удмуртия». В ней только свои доморощенные пилоты. А есть мотоконюшни «Толстосумы», которые, не жалея денег, покупают звезд «Варягов» в надежде на быстрый результат. Пример клуба из Каменск-Уральского, Новосибирска, Шадринска. Их бюджеты заоблачные и даже сами мотогонщики не раскрывают тайн. Какой бюджет ваш? Я не могу сказать. Не могу разглашать бюджет нашего клуба. То есть от желания спонсоров? Да, только спонсоры. К слову, победитель глазовского этапа чемпионата страны клуб из Каменск-Уральского предложил солиднейший контракт. Ижевчанину Динару Валееву на нем и выезжают к золоту. В Глазове Валеев выиграл 95% своих заездов и вместе с своими партнерами Артемом Акуловым и Кириллом Поповым принес Каменск-Уральцам первое место. А что же наше? Команда «Удмуртия», за которую выступали Евгений Ураков, Александр Козырев и Александр Золотарев, набрала в итоге 19 очков и заняла четвертое место, несмотря на маленькие недочеты с техникой. Гонка сильная. Техника отработала без проблем. Главный генер говорил, что сейчас в интервью, что у меня какие-то были небольшие нюансы, да? Ну, это всегда бывает. Там мелочи, там где-то что-то, там давление в колесах, там вилочку подкачать. Ну, подлагить немножко экипаж. Серебро этапа у шадринцев, бронза у новосибирцев. В промежуточном же генерале после четырех этапов командного чемпионата России в высшей лиге в лидерах по-прежнему команда из Каменск-Уральского 29 очков. Глазовская Удмуртия на третьем месте. 15 баллов. Глазовский мини-футбольный клуб «Прогресс» уступил на выезде в Сыктывкаре команде «Новая генерация» со счетом 1-4. Единственный гол в составе «Прогресса» забил Никита Тменов. 28 марта подопечные Чугайнова сыграют в гостях с Норильским никелем. А вот герои нашего следующего материала только набираются опыта на турнирах всероссийского уровня. Один из таких стартов в памяти героя России Сергея Борина прошел в Ижевске. Это был турнир по вольной борьбе. Конкуренция на ковре была жесткой. Юные мальчишки очень хотели выиграть первые в своей жизни крупные соревнования. И вот у кого это получилось, вы узнаете прямо сейчас. Нияз Усманов из Царстана приехал в Ижевск за медалью. Его копилки их пока не так много. А мальчишка о победах мечтает. И потому на всех турнирах выкладывается по максимуму. Вот и здесь, в первом поединке с довольно сильным соперником, Нияз не сдался, а мобилизовался и выиграл схватку. Сильный и резкий. Сложно, он еще вес большой, но сложно было бороться. Нияз, кстати, сын пограничника и с раннего детства привык к дисциплине. Он, как и отец, намерен стать военным и спортом у подмога. Когда я пойду в армию, я пойду служить в спецназ. А почему у меня спецназ? Ну, он мне нравится. На турнире Борина всегда особая атмосфера за пределами спортивной площадки. Царит согласие мир, а на ковре разгораются нешуточные страсти. Каждый участник выходит на поединок, как на последний бой в своей жизни, что организаторов ничуть не удивляет. Такую цель они и преследовали. Это патриотика. В любом случае у нас здесь кадеты, портрет Борина, караул, выезд к памятнику Сергею. Ну и вообще у нас очень много такого патриотической направленности. Духовой оркестр тут присутствовал при открытии соревнований. И кадетский корпус выступал. Было такое открытие шикарное. Ну, такого не везде увидишь. Ну, даже можно сказать, и нигде не увидишь. Все было так патриотически, так все солидно сделано. Круто. Все 250 участников турнира памяти Борина сделали один шаг в подготовке к службе в армии. Они сильны, храбры и в себе уверены. Победителем общего же зачета стала сборная Ижевска, завоевавшая 12 золотых медалей. Весело, используя для себя, провели сегодня свое время участники спартакиады муниципальных служащих. В программе соревнований были эстафеты на коньках. Заявилось в них участвовать 13 команд. Первой в итоге стала сборная индустриального района. Коньки обожаем всей семьей, всей администрацией, всем городом. Мы сегодня покажем драйв. Это будет очень круто. Скорость, ветер, весна, теплый воздух. Это просто супер. И в завершении выпуска информация для поклонников баскетбола. Завтра, 26 февраля, Ижевский клуб «Купол Родники» на своей площадке в рамках национальной суперлиги принимает барнаульскую команду «Алтай Баскет». Начало матча в 19.00 в зале Метакадемии. Приходите и поддержите наших спортсменов. Все у меня на сегодня. Болете только на спортивных аренах. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова